Привет! Многие меня спрашивают, почему я в плаще так часто хожу и что это за плащ. Но тут, знаете, делать не в плаще. Мне, в принципе, от подписчиков скрывать нечего. Смотрите. Опа! Я по-другому из дома не выхожу. Шутка. На самом деле, сегодня речь пойдет о такой жеманской тематике. Рассмотрим ножи из стали монстров, что называется. Ножи не мои. У меня немного другое направление. Друг подогнал. Дима, спасибо большое. Если смотришь, привет. Благодаря ему мы сможем рассмотреть очень много таких вот интересных ножей. Давайте по порядку. Что называют сталими монстрами? Как известно, все стали, если их рассматривать с точки зрения ножей, балансируются по четырем основным параметрам. Это прочность, удержание заточки, сопротивление коррозии и легкость заточки. Увеличивая какой-то один параметр, сразу страдают другие. То есть такой стали, чтобы там прям все было, еще не придумали. Ну, поскольку нож это режущий инструмент, вроде как выходит, что основной у него это, основной параметр, это именно удержание заточки. Поэтому сталими монстрами называют такие стали, где как бы все вбухано вот в это удержание. Все остальное там поскольку, поскольку. Тут еще важный момент надо знать. Вот именно ощущение классного реза. То есть, ну, по сути, сам рез, он в основном зависит от геометрии ножа. То есть, какой угол НРК, толщина обуха, насколько сильное будет трение на щечках, когда проходим сквозь материал. Вот от этого. Какая бы ни была крутая сталь, она не побьет никогда геометрию. Ну, еще один очень важный момент, который должен знать каждый, кто интересуется сталями. Твердость, это не значит, очень хороший рез. Это важно знать. Вот возьмем тот же банальный Сэндвик. Это, кстати, очень хорошая сталь, создавалась специально для ножей. У нее очень мелкие карбиды. Именно они дают твердости. Поскольку они мелкие, может быть очень такая тонкая резчая кромка. Она мгновенно набирает остроту. В принципе, если вы посмотрите на вот эти фотографии, эти карбиды у Сэндвика даже меньше, чем у Д2, там, у 440С и меньше, чем у многих порошков навороченных. Что это значит? Поскольку нож режет давление. То есть, чем тоньше кромка, тем сильнее давление при одинаковом усилии. Но вот пока этот Сэндвик острый, вы его не победите. Хотя твердость невысокая. Да и разницы в резе не почувствуете при одинаковой геометрии. Что нож там будет из суперстали, что вот этот Сэндвик там на какой-то море, еще с таким совсем тонким углом, острым углом. Пока он острый, это страшное дело. Но есть момент, да, что все-таки вот эти порошки, они держат заточку дольше. Да, как бы вот такую совсем бритвенную остроту, когда там волосы строгаются, оказывается все со свистом отлетает. Но все стали теряют достаточно быстро и примерно одинаково. Достаточно там несколько проводок по доске. Но такую рабочую остроту все-таки вот эти порошки, тем более монстры, но держат очень долго. Это может там днями продолжаться при постоянной работе, неделями, месяцами. И вот именно из-за этого ножи маны готовы мириться с тем, что сложно заточить многими ограничениями и готовы платить лишние деньги за дорогие ножи. Вот под такие свои хотелки. Ну а по большому счету, если в быту мы не режем какие-то очень твердые материалы, там все вот это мясо, шкуры, там какие-то строгания, это даже близко не подходит к каким-то металлам и абразивным пластикам. Поэтому в принципе даже какой-то не твердый сэндвик, его хватает и вот так. Добавку заточить можно мгновенно поправить. Еще один такой момент, что на самом деле вот эти простые стали, их нет смысла, на мой взгляд, точить как-то прямо совсем, заморачиваться там на каких-то приспособах, что-то там выводить. Потому что они быстро сядут, то есть вы будете сидеть часами, а после этого нож там сядут за пару дней. А вот с такими сталями какими-то навороченными туда, вы один раз его заточили, и это может служить там месяцами. Вот эти стали они создавались как не для ножей, понятное дело. Кстати, многие думают, что они какие-то очень дорогие, да нифига. Сейчас цены просто политические, так они стоят немного. Ну, относительно, конечно. Основная доценка тут идет именно за сложность работы, потому что они очень сложно точатся еще. Поэтому амортизация на абразив идет и на саму работу. В остальном, если это нож какой-то, вот я думаю, кстати, сразу все вот эти ножи показать, поодиночке их показывать, там обзоры делать. Но они вот тут многие, которые я сейчас вам покажу, они очень такие однотипные. По сути, это все одно и то же, хотя стали разные. Есть там какие-то нюансы по сталям, но они очень незначительные. По геометрии это ножи, это мощные ножи, большие, как вот для аутдор применения, при этом тонко сведенные. Да еще и фултанги многие из них, то есть цельные. Тут я что думаю, вот когда такую геометрию мы имеем, которая подразумевает вроде какой-то мощный отрез, там что-то даже рубануть, тут сильные ограничения накладываются очень, потому что это ножи, ну, они хрупкие очень. То есть, если рубанете даже какую-то мягкую веточку, может получиться вот такое, я уже показывал. Если на морозе это упадет там на камни, то вам он вообще может рассыпаться. Поэтому с этой геометрией не надо обманываться. Лично мое мнение, вот я тоже буду такие свои какие-то мысли высказывать по поводу таких стали, таких ножей. Я думаю, что таким ножам вообще нет смысла быть фултангами. Вы ими батоне все равно не будете, а фултанг утяжеляет всю конструкцию, как бы нафиг это надо. Вот здесь есть нож с деревянной рукояткой, такой очень классный тоже. Вот он под садной монтаж сделан, и он сразу становится легче, это прямо, ну, удобнее, иначе вы так просто лишний вес будете таскать. Поэтому это я считаю, что садной монтаж это прямо вот для таких стали. Фултанг он нафиг не нужен. А вообще, я считаю, что вот такие стали, они хорошо заходят, если их даже как-то в аутдор применять, то это вот для каких-то вот шейников, может быть даже скелетников, каких-то маленьких ножей, которыми только что-то раздевываешь какую-то дичь, там шкуросъемные ножи. Они как бы все свои геометрии так показывают, что вы им батонить не будете, они маленькие. Тут прицел такой, что их вообще не надо точить. То есть удержание здесь такое, что один раз его качественно затачиваешь и думать больше ни о чем не надо. Знаете, многих еще вот такой вопрос волнует, вот из этих топовых стали какая, какую порвет, грубо говоря. Тут я так скажу, это будет зависеть от того, что мы режем. Если мы сверлим какой-то твердый металл, тут твердость зарешает, допустим, нож откметь, это РЭК-121, тут за 70 единиц. Туда, если что-то твердое, сверлим какой-то металл или такой супер твердый пластик, режем, вот это зарешает твердость. Сам нож так устроен, его принцип реза, что он буквально просто раздвигает давлением что-то более мягкое, поэтому если режем что-то твердое, то твердость важна. Но если режем что-то более жизненное, так сказать, не знаю, тут будет зависеть, знаете, нисколько от твердости, вот этот CPM 15V и 63 единицы. Вроде как немного для таких стали, но страшный состав, если тут термичка хорошая, я бы поставил на нее, потому что твердость с избытком достаточно для чего-то простого, а структура такая, достаточно мелкая, и она способна держать маленькие углы и долго держать. К этому же относится такая вещь, знаете, что многие из этих стали, есть не ржавейки, есть такие инструментальные стали, которые могут ржаветь. В принципе, в большей своей массе вот эти ржавучие стали режут получше. Но тут есть еще один нюанс, то есть окисляясь, вот самая такая финальная часть режущей кромки, она может, по сути, химическим путем затупиться, то есть, а поскольку эти ножи очень долго-долго держат заточку, но может так получиться, что у вас нож просто затупится окислением. Поэтому тут тоже не все так просто, с нержавейками и условно углеродками. Хотя, конечно, это не углеродки, это просто на сленге, так мы говорим, что типа все, что ржавеет на ножах, это типа углеродки. Ну, в случае вот этих монстров стали, тут никаких углеродок быть не может чистых, это очень сильно легированная стали. Ну что, давайте рассмотрим все эти ножи близко. О каждом выскажу свое мнение. Я думаю, будет очень интересно, что сравнивать такие премиальные ножи между собой. Вот первый нож, который многих заинтересовал, это Кметь, Акула. Сразу покажу по весу. То есть, ножи такие довольно массивные из-за того, что фултанги, на многих G10 стоит, это все тяжелые материалы и тяжелая конструкция. То есть, 200 грамм это прилично. Они все такие. Я поэтому говорил о более легких материалах с одном монтаже, потому что в батоне все равно не будешь. Единственное, покажу, что вот если уже гораздо больше, более большой нож тоже, Кметь. Ну, деревянная рукоятка, здесь стабилизированный орех высокой категории. И вот насколько он больше и при этом меньше весит. Ну, взвешивать больше не будем. Буду рассказывать о самих ножах. Померяем сведение, что-то может быть я порежу и вообще о конструкции расскажу. Тут как бы что еще? О ножнах я тоже не буду говорить, потому что почему-то у всех вот этих ножей, ну, ножны очень простенькие. Они, конечно, идеально подходят под все эти ножи. Но единственное, что в этих ножах не премиум, это вот их ножны, потому что они простая кожа, машинная строчка, есть вентиляция. Ну, в принципе, все правильно сделано, проставка, но это не тот уровень, не уровень этого ножа. То есть вот такого, я уже показывал, что ручная строчка, тиснение, кожа высшего качества, тут такого не будет. Поэтому на ножнах тоже не будем останавливаться. Ну, вот акула. Тут сталь М398 от Beller. Тоже лютый порошок. Нож очень красивый, очень качественно сделан. Прямо бомба. Вот его берешь, в руки такое ощущение, что да, эта вещь сделан как танк. Несмотря на то, что здесь монстр сталь стоит, он выглядит как тактик больше. Потому как он лежит в руке, вот этот вехтовальный хват такой вот, когда он там не болтается никак за счет того, что так дарим. То есть это похоже на тактический нож. Вот это фальш-лезвие, насечки, стремительная форма, рукоятка с упором. Здесь они его чуть уменьшили, чтобы не холодным оружием было. Сделан феноменально классно. Лайнеры. В руке лежит отлично. Под эту сталь, наверное, один из самых таких правильных ножей. Потому что это нержавейка М398. Вот по моему мнению, если это как-то использовать где-то там на природе, где высокая влажность, по море я вообще молчу, ножи такого плана должны быть только нержавейки. Для меня это прописная истина. Потому что долго очень держит заточку, если это будет постоянно здесь на самом острее окисляться, он просто химически затупится. Это то есть не надо путать с каким-то, я не знаю, с какой-то такой углеродкой, которую там постоянно шаркаешь, там что-то и подтачиваешь, вообще не паришься. Дешевый нож. Здесь, если это будет ржаветь, то просто будете точить целый день. Потом в один из моментов он просто у вас сядет и вы не будете понимать, почему. Заточить его где-то там в лесу, понятное дело, тяжело. Все эти ножи тяжело точатся и точатся очень тяжело. То есть, тут и твердость где-то не намного больше 60 мм. И она какой-то более-менее механикой все-таки обладает, в отличие от некоторых. Длина клинка 12,5 мм. Толщина обухла, если фальш-лезвие брать, 3,75 мм. То есть, такой приличный, мощный нож, сведение. 0,53 мм. Кстати, неплохо. Вот это вот, то, что здесь 0,5 сведения, это прямо, я считаю, нормально. Он как бы, что тут будет? Конечно, он... Вот если мы будем что-то строгать... На таком сведении угол здесь примерно 36-37-40 приближается. То есть, вот геометрия есть геометрия. То есть, если мы возьмем даже... Ну, что-то совсем прямо тонко сведенное... Да даже... Чего греха таить? Даже ту же самую морру, где там меньше 30 градусов. Тут будет совсем другое. Ну, концепция правильная, я считаю, для этой стали, потому что она не то, что резать будет лучше, она держать должна дольше. То есть, в этом смысл. И при этом не ржаветь. Так что, замечательный нож, я считаю. Отлично сделанный. Ну, прямо бомба. Его достоинство именно вот... Очень классный внешний вид. Потому что многие ножи, российские, очень однотипные. Когда с премиальными вещами дело имеем, это должно прямо нарапивать глаз. Тут должны быть всякие детали, за которые можно зацепиться. Сочетание цветов красивое. Дизайн, форма. Здесь все это есть. Неплохо заточен. Но что я вижу своими глазами? Не выведены риски от грубого абразива. То ли на заводе так точили. Тут с этими сталями в чем засада в плане заточки? Его достаточно легко ободрать. Ну, каким-нибудь алмазом, на самом деле, вот такую сталь. Но дальше должен идти сложный процесс, если его прямо совсем доводить, то целый сет камней надо иметь. Каких-то боридов, алмазов, все это притертые, на приспособах. Так, чтобы выводить эти риски, вот это о чем я говорил, процарапав алмазом, сильно таким грубым, их потом очень тяжело вывести. Если они будут выходить прямо на РК, скорее всего, может быть, и с повышением угла точили. Но если вот такие риски выйдут на РК, это нож будет в два, то есть в три хуже держать заточку. Но они просто будут выламываться там у него. Ну, конечно, все эти стали в плане заточки, это не для новичков, это прямо для хороших заточников. Если человек впервые, новичок, покупает такой нож, он все равно у него рано или поздно сядет, и какое-то время где-то он может на Мусате там его править еще какой-то. Но все равно рано или поздно это путь к профессиональному заточнику будет. Имейте это в виду. Переходим к следующему ножу. А, да, кстати. Ну вот, я им что-то порежу. Вот это средняя мягкость продукта. Поскольку он ломовитый, тут тоже будет ощущение ломика. Если прямо совсем что-то твердое, это будет для него большим испытанием. Я думаю, понятно, и по мясу то же самое, из таких вот более-менее тактических форм, он как универсальный нож будет работать. То есть со специализированными, даже из простых сталей, что бы вы там ни говорили. Но он не выиграет. Если будете спорить, я покажу, откуда на Белоруссии собирались нападать. Ну, как бы эту геометрию я не победил, что сталь более простая. Ну, кстати, тоже неплохая. Это CPM 154. Бюджетное, по сути, исполнение. Такой красоты здесь нет. Вообще, надо будет как-то, может, снять видео о своих любимых сталях. Именно моих. Потому что вот это ножи, это всё-таки их форма. Это тут многое зависит от владельца. Ну, вот ещё два замечательных ножа от КМЕДЬ. Вообще, КМЕДЬ как-то мимо меня прошла. Ножи они замечательно делают. Похожи друг на друга. Это, по-моему, ножи консул называются. Тут что, как бы мы видим? Вот это классическая рабочая форма универсального ножа, такого чисто российского. Рукоять у этого просто бомбическая. Она настолько удобна. В руке именно для всего универсального, на самом деле. Ну, а по форме, что мы тут видим? Длинный клинок. 15 сантиметров, а у этого 14,5. Так, толщина обуха. Вот этот нож сделан из РАКС-121. Сейчас об этом поговорим. Толщина обуха здесь 3,61. Здесь S390, толщина обуха. 3,38. Да, и сведения надо померить. Мне кажется, она тут будет поменьше, чем на АКУЛе. 0,45, но не сильно меньше, что на самом деле неплохо для вот этого РАКС-121. Отлично для вот этого S390. Тут тоже где-то 0,50. Это правильно. Потому что тут, если будет 0,2, для таких ножей это смертельно. Это сразу прям выкрашивание. Это какой-то ерунды. Здесь вообще, наоборот, и мозаичные пины. А, вот этот нож, кстати, по-моему, не к мете. К мете это вот это, которое из РАКС сделано. А вот это... Просто они настолько похожи, что... Ну, это, скорее всего, личное предпочтение просто владельца. Ну, я говорю, поэтому я начал вам ножи вместе показывать, потому что, ну, прямо вот одинаковые. Я думаю, что не всегда хорошо это именно на премиальных ножах. Никакими вот зубами, зуб мамонта там или это... рок мамонта, бивень. Не компенсируешь это. Вот если нож однотипный, если он выглядит как нож из 90-х, то никакими материалами это сложно победить. Тут надо именно, вот как на этой акуле, как-то возвращаться, чтобы он как-то по-современному выглядел, какие-то фальш-лезвия, чтобы глазу было за что зацепиться. Ну, это мое мнение. Ну, давайте вместе их будем обозревать, потом я прочитаю. Где-то у меня было записано, что вот это за нож. Тут буквы Д нарисована. Вот так они очень похожи. Вот это к мете по стале, это CPM-RX-121, она, по-моему, уже не производится. Это одна из самых твердых стали, туда напичкана прямо всего, лишь бы это было потверже. Потому что это в идеале должно быть сыром. И преимущество тут такое, чтобы... Ну, при желании, если это сырло, то он может просверлить дырки во всех этих ножах. То есть там 72 и 72 единицы, то есть там 73, то есть умопомрачительная какая-то вообще цифра. И вот такой вот прямо рабочий у него испуски, и заточка неплохая. Кстати, вот этот заточен тут я практически лишних рисок не вижу. На такой стали риски не может оставить какой-то продукт, что-то такое там порезал, там это именно... Если они здесь есть, то это чисто невыведенное от абразива предыдущего. Ну, заточен очень неплохо. Естественно, они все бреют. Вот ими-ими я могу показать, что вот это уже как может и как обвалочник работать, и очень хорошо работать по твердым продуктам, как вот яблоко, так и вот совсем твердым. Да, вот он уже не колет. Толстый обувь, конечно, сказывается, но он прямо разрезает. И тут уже можно и по мясу что-то показать. То есть это прямо длинная режущая кромка режется с хрустом. Но это больше мы про геометрию говорим сейчас, резательную. Потому что канат резать я не собираюсь. У меня когда-то было вот сейчас... Где он тут, кстати? Вот от сов такая финка у меня была здесь, это М390. Помните, я ее точил там, у меня выкрашивание было, потому что постучал по сучке, там это поотрезал я еловые. До конца я еще не отшлифовал, но он был заточен хорошо. Резал я им канат. Тоже это, можно сказать, такая монструозная сталь. Ну там вот несколько сотен раз отрезал, и там не было даже... Набил себе мозоли кровавые и плюнул на это дело. Пусть этим занимаются специально обученные люди. Нарежут там тысячу канатов, набьют себе мозоли, все равно ничего не поймут. Да потому что вот там канат валялся, там одна его часть где-нибудь там на бетонном поволе в песке, и один и тот же нож отрежут с одной и той же заточкой там, и вроде как один и тот же канат. Один раз отрежут, 300 раз, и вводят там 600. И будешь голову ломать, почему это так. Достаточно у меня как бы понимания того, что это суперстали, и оттермичены там нашими лучшими термистами как бы. И так это чувствуется. Вот отличные ножи по мясу. Это вот как можно шкурами снимать. Вообще это идеальные ножи для шашлыкинга. Колбасу резать, продукты, шашлык готовить, какие-то куски нарезать. Что REX, что S390. S390 это, ну да, это вот этот, как называется, быстрорез Беллера. Одна из самых дорогих столей, потому что очень большое там количество этого вольфрама. Это сразу приводит к тому, что там термичка более сложная, нужно делать и сам этот металл дорогой и тугоплавкий при этом. Но это быстрорез, чтобы на больших скоростях резать какой-то пластик или металл. В ножи это вообще не нужно. И он ржавеет. Там какое-то более-менее адекватное количество для монстров углерода, там 2,7 что ли, вот так. Хрома там 4%, ну это чисто для закаливанности, я так понимаю, для твердости. То есть эта штука ржавеет, обязательный уход. Что к этому, что к этому, это тут прямо вообще это. Ну REX, наверное, будет тяжелее всех заточиваться. Огромная твердость просто сумасшедшая, только алмазом какими-то или борами. Это, ну как минимум, это карби-клемния, который недалеко от алмазов ушел. И высочайшие навыки заточки, понимание, что тут происходит. Ну вот если S390 выбирать и REX, я бы вот эту S390 выбрал. Она не имеет таких совсем уж лишних наворотов. Вот тут то, что касается REX, он же как бы не будет резать лучше, чем другие ножи. То есть он будет иметь преимущество только на либо высокие скорости, либо при сверлении каких-то металлов. Что вот это для него это вообще ничто для любых из этих ножей. Это там хоть медведь, хоть волось, хоть кабан. Это вообще без разницы. Но все они при этом, если попадешь на кости, то могут отколваться. Ну вот эта вот геометрия отличная. Рабочая. Прямо такого здорового ножа, 15 сантиметров. Геометрия универсальная рабочего ножа. Такого подо всё. В плане каких-то деревяшек. Сейчас мясо пока уберу. Здесь как бы почти 40 градусов. 0,5 сведения. Но опять-таки будет как в этом деле похожий острый море. Или чего-то там другого острова, очень острого, тонко сведенного. Огромная разница. Но это может на этих сталях продолжаться бесконечно долго на самом деле. Строгай, не перестрогаешь. Смысл всех этих сталей основной вообще их не точить. Особенно на выходе. Вот берёшь и по назначению пользуешься. И даже править их не надо. Тут что я могу сказать. оправдан садной монтаж. Бивень, моллант, бойстер. Стальное дерево. Аронрут, мозаичные пины. Вот этот очень хорошо заточен. На удивление, с Рексом кто-то возился долго. У этого такой обычный сатин. Ну как на... Просто от гриндера сатин. А вот у этого... Тоже матовый, видимо, пескострог или что-то такое. Но есть пара черточек осталось от гриндера. Тут попробую вывести их. Объём работы огромный. Поэтому такая цена на эти ножи, что точить, что сводить, что наводить эту полировку. Целые эпопеи. Так вот этот нож оказался династией. У меня тут есть бумажка, где я всё записывал. Но просто ножи не мои. Это династия. Барс называется. И твердость тут 67 единиц. Приличная для S390. Теперь покажу ножи. Вот волчего века. Тут уже кайдекс. Это практично, особенно для больших ножей. Так, где-то ещё один был. Тоже в кайдексе. Вот в этих ножах я для себя вот такое открытие сделал. Вот это вот. У меня нет ни одного ножа, чтобы он под камень был сделан. Я, честно говоря, думал, что это чисто дизайн. Так, для красоты сделано. Ну вот я чё-то для себя обнаружил, что вот его как ни возьмёшь, все эти выемки удобные. И в руке они лежат отлично. Это же ещё и мыться будет хорошо. Это прямо вот я очень оценил. Надо мне какой-то такой нож приобрести. То есть вот это, когда под камень вот так делают, если он вот как здесь такой прямо, ну он прям вот очень удобный. Вот как ни перехватывая его, бывает делают какую-то выемку, а вот она мешает сейчас. Здесь прям вообще никогда. То есть как ни возьми его, хоть вот так вот. Я не знаю, уже такое ощущение, что вот под такой хват сделали. Прямо для меня вот это было открытием. Сам нож очень мощный, здоровенный лосерез такой, с отличным клинком охотничьим. Тут стали, это как бы PGK, W-A, это Wolf H, не был человек. То есть это не монстра стали, это вот прямо вот уже настоящий такой рабочий нож, такого прямо рельного лосея разделывать, и батонить им, всё что угодно можно. Точно его выдерживать. Это прямо вот этот нож для леса, да. Ну и о нём я не буду долго рассказывать, чисто из-за камня показал. Очень толстый обух. То есть это прочная штука, в пиджаке очень хорошая механика. 5,08, очень много. Спуски от обуха очень длинные. Хотя нет, он выглядит так, то есть 15 сантиметров прямо вот отсюда. Но ещё и рукоятка такая тоже длинная. Тут общая длина получается 28,5 сантиметров. Такой массивный нож и вот эти ножны замечательно подходит. Думаю, очень такой тяжёленький за 200 граммов. А вот этим можно и рубануть уже что-то, это уже прям вообще можно не париться в пиджаке, это другая история совсем. на мачете можно ставить. Сведение. 0,39. Кстати, пиджаке выдержит тут даже и 0,3, спокойно можно не париться. Такое довольно тоненькое сведение, спуски от обуха. Травление сделано под то ли дамаск, то ли буват. Но это чисто такое декоративное. Прикольно выглядит, но рез немножко будет тормозить, потому что тут будет трение увеличивать. Хотя с такой геометрией он всё равно будет резать хорошо. Для универсального ножа большого. Не кухонник, но для такого ножа прилично, хотя вот я чувствую здесь сопротивление прямо в углу. Оказалось бы, что эти черточки могут дать, но трение есть трение, опять-таки геометрия есть геометрия. Это неплохой нож для всего, мне кажется. Тут подрубить что-то можно и построгать в плане строгания. Так же, как и все эти ножи. Хорошо затрится. Мясо такие обычно хорошо режут. Во-первых, длинная режущая кромка разваливает прямо так. Отлично, это прямо для лося нож. Для лося и для кого-нибудь завалить там на лесу, добить, добрать. Такая отличная штука. Полунержавейка, очень сильная механика. Из-за того, что пластичная, не очень понимаю, как это закалено. Может, если эти фермы так калятся, то... Я думаю, они понимают, что там делают. Она может и более тонкие углы держать. И опять-таки за счет этого она может и, пока не сядет, выехать у монстров стали запросто. Отличный нож, прям нравится. Даже как в нож его желание пойдет. Ну и второй от Вол человека. Похожий на него. Это то ли слоник он называется у них, то ли еще как-то... этот поменьше на сантиметр. Такое же травление, вот этот бегущий волк здесь. Не могу понять, то ли это микартеля, то ли это такой G10, потому что они какие-то увесистые, честно говоря. То ли из таких толстых обухов, особенно на этом пиджаке. На этом, с Рексом, тут у него четыре. И сведения... Ну я беру чуть выше подводика, на самом деле, потому что очень уже здесь маленькие, мне не зацепить даже этим хорошим циркулем. Ну или пятьдесят, да. Ну я говорю, это ножи однотипные. Здесь, правда, это Рекс будет стоять. Как бы все то же самое, что на этом, только хрен заточишь, очень легко сломать, резкое ограничение. То есть вот эти ножи, это прям вот показательно, то есть вроде как одинаковые ножи. Но этот будет очень долго держать заточку, это тоже будет долго, но его функционал буквально нажим выживания становится. Вот у этого функционал честно резака. Вот ему, может быть, и не стоил такой толстый обух и вот фултанг конструкцию. То есть тут, видите, тонкости какие в зависимости от стали. Такая неплохая геометрия, потому что, видите, он вроде как прямой, но при этом брюхо плавное, длинное, тут такой парис будет. Теперь нож от Андрея Бирюков, кузница. Тоже простые ножны, но вот видите, я сначала думал, что он туда не подходит, но он там прямо формован, щелчком туда вставляется. В основном самые простые ножны, даже вентиляцию не особо видно. Ну, правильно сделаны. Так, ну, сам нож. Очень серьезная сталь СПМ, вот эта 15V, она может прямо вот, если хотите много канатов отрезать, то вот эта будет очень сильная. Несмотря на ее 63 единицы по твердости. Не могу понять, что это. Скорее всего, все-таки не Микарта это. Да, это G10, то есть это как стекло, поэтому довольно тяжелый нож, хотя складной монтаж. Вот такое вот литье здесь, Больстер. В принципе, правильный. Тут и такие спуски, чтобы что-то вот так хватать ее. Ну, немножко отдает это, сами знаете, какими ножами. Потому что сам-то нож премиальный. Сатин. Тоже как будто его отлили. Тоже какой-то пескострой, мне кажется. Это не стоунбуш. Длина 13,5. Он такой немножко даже широкий, 3 см. По крайней мере, он выглядит от этих изгибов такой. Это вот нож, такие ножи хороши по мясу. По большим кускам каким-то. 3,57. Это вообще на обуху. Ну, такой тоже, можно сказать, не перекачанный сведение. Тоже 0,50. Подводик, конечно, такой маленький совсем. Тоже вижу резкие, не увиденные. Со всеми этими ножами будет такая проблема, что если обдарьете на крупом алмазе, потом эти риски очень будет тяжело вывести. Это прям целая эпопея. Поэтому вот эту технику с небольшим повышением угла, там, допустим, точили на 35 градусов, потом поднять на 37. Это хорошее дело здесь. Кучу времени сэкономит. Спуски от обуху. Вот такая здесь какая-то есть штука. Нам, честно говоря, кажется, что вот был бы мой, но я бы ее срезал. То есть она, как бы, вроде понятна для чего, как элемент дизайна, чтобы это не совсем просто выглядело. Хотя, как вы видели, вот все вот, видимо, владелец, он просто предпочитает такие формы. Это тоже, безусловно, форма рабочая. Тонко такой, сведенный довольно. Из всех, что я показывал, он такой самый, мне кажется, резучий что ли. Это тоже мы сейчас не про сталь больше говорим, а именно про геометрию. Он такой кухонник. Хотя все вот эти ножи, они просто будут идеально для шашлыков всяких. Это прям вот он с хрустом разрезает. Да, вот этот нож, не знаю, может и из-за стали тоже. То есть это прямо как бластер. Я думаю, это больше, конечно, геометрия где-то там потоньше сведен. Там угол поострее, прям сразу чувствуется. Трение тут вообще нету, тоже залезанный. В принципе даже по деревяшкам тоже как-то это поинтереснее. Хотя с морой не сравнится тоже. Острой морой. Это будет держать и держать. То есть такие вот, почему я их все вместе показываю, еще раз говорю, что ножи одного назначения, по сути, сделаны как такие вот универсалы для шашлыков, баранов резать. Вот такой вот. Так, еще у меня осталось два ножа. Так, покажу. Угол EDC. Фрегат. CPM S90VI. Это очень хорошо, понятно и знакомое мне стало. Много таких ножей. Мульти-клинок здесь сделан. То есть это тоже, мне кажется, потому что, представьте, что если бы не было всего этого, вот этого, это бы выглядело как довольно такой простой нож. Но вот они поставили сюда оранжевый вот этот, тоже, мне кажется, это все-таки G10. Они мне как-то увесистый, хотя вот он меньше других. И вот он выглядит из этого интересно. В плане того, что здесь вот как бы обух получается тоньше, и сами вот эти спуски тоже поуже. Эта часть как вот такая шкуросъемная, разделочная получается. А вот здесь вот так вот как под сканди что-ли сделано. Хорошо заточен. Но это уже, видимо, заточено владельцем. Тут прямо вот он отполярован. Очень грамотная сталь, в принципе, для вот... И как я говорил, что вот эти все стали, я прямо не фанат какой-то здесь. Одно из них здесь гораздо лучше, вот чисто для весного применения. Как-нибудь сниму о них и расскажу почему. Но вот это вполне себе, потому что это... Да, тяжело точится, но она не ржавейка. Хотя вот все вот эти стали, которые не ржавейки среди них, это тоже условно. Слишком много углерода. Этих 14 процентов, которые там нужны для того, чтобы войти по формально. Вариант нержавеек для них не хватает. Это больше надо. Ну, по крайней мере, он нормально будет сопротивляться с коррозией. Это 100 процентов. Такую более-менее механику он уже имеет. То есть это уже S90V, она уже от монстров. Это какой-то промежуточный вариант между монстрами и такими уже более-менее адекватными, сбалансированными премиальными сталями. Но тяжело точится тоже, да. Прямо 100 процентов. Но сам ножик интересный. То есть цвета, качество изготовления. Сатин здесь Stone Wash. Часть этих рисок от гриндера не выведена. Здесь не выведена. То есть вот, может быть, по исполнению он попроще, но вот он по задумке получше. Если как лесной нож какой-то воспринимать. То есть здесь уже и длина клинка. Один с половиной. Я прямо отсюда мерю. И супер удобная рукоятка. Ни большая, ни маленькая. Вот под мою руку. Это прямо вообще он лежит. Всеми хватами. Шикарный нож. Прямо вообще класс. Сказать ничего. Ножны у него совсем простенькие. Хотя и правильные. Даже без вентиляции. Проставка, машинный шов. То есть вот эти производители, они с ножнами не палятся. Скорее всего они даже их на аутсорсинге где-то делают. Насколько нужно вот это дело? По большому счету не особо. Такой нож можно делать смело и совсем с тонким обухом, как и здесь. Но он тогда просто выглядеть будет. То есть для дизайна, ну какой-то функционал это тоже дает. То есть здесь скорее всего возможно такое. Тут даже угол заточки получается разный. И разное сведение, кстати, можно померить. Потому что здесь вот он... Здесь 0,4 аж. Здесь 0,8. А то я, может, не знаю, как-то высоко беру, что ли. Вот не выглядит это так вот на самом деле, из-за того, что подводик маленький. Вот сейчас пониже взял 0,71. Приличное такое сведение. То есть это получается обратная сканди философия, что вот эта часть, поскольку сильнее изнашивается, она должна быть более устойчивая. А вот эта вот для мягких продуктов, она такая более деликатная. Ну прикольно. Нож вот этот очень нравится. Крайний нож, который я сегодня покажу. Вот я честно скажу, он мне больше всех зашовывает. Наверное, он самый правильный, видимо, и есть. Ножны у него очень простые. Это нож, я даже по бумажке сочетаю, потому что не знаю, кто этот мастер, Валерий Лисицкий. Ножны очень простые, без всяких вентиляций, но очень он туда щелкивается прямо и сидит там. Это кастом. Несмотря на, вроде как, что тут ничего нету, но вот его в руку берешь, это такой тоже лосерез прямо. Это, знаете, и стали очень серьезные. Ка-390. Сейчас его померяем. 14 сантиметров в длину, хотя выглядит больше из-за того, что у него еще и рукоятка там 15 с половиной, 14 с половиной. Моя рука вот так вот 10. Высокие спуски. Такой довольно широкий клинок. 3-3-3-2, вот так. Ну, видите, толщина обуха совсем небольшая. Это, конечно, опять-таки геометрия, она сразу даст преимущество в резе. Ну, два с половиной. Ну, вот это 100% будет бомбой в плане реза. Мне сколько постали, сколько геометрия великой. Туча твердая, морковь сухая. Свость меня прошел аж не почувствовал. Яблоко это, само собой. За счет геометрии этот нож самый резучий. Без вопросов. Даже если бы самая простая сталь здесь была, то все равно реза лучше. Нет, пока острый. Ну, здесь вот это вот К-390. Это тоже быстрорез. Там два с чем-то там у него углерода. Тоже монстра сталь. Четыре хрома, по-моему, где-то так, чисто для закаливаемости. И вот полный набор молибденфанадий. Это тоже твердость дает. И небольшое количество этого вольфрама. Довольно дорогая сталь. Тоже за 60 там эта единица уходит. Сведение. Вот у этого сведения может быть поменьше. 0,4. 0,4. Это да, это видно, что оно тоньше. Казалось бы, какая-то там доля миллиметра, что она решает. Но она решает. И это сталь такая. Тут более-менее механика есть. Спуски сделаны. Их можно было бы, конечно, еще высокими сделать. Но тут тоже это же оформить надо. Он такой более стремительный. Из-за этого здоровенное брюхо. Да вообще вот это нож, знаете, вот берешь в руки и понимаешь, что это... Прямо, не знаю, кто любит в кабанах мерить. Вот и месяцами можно кабанов разделывать, ничего с ним не будет. Даже не сядет. При этом режет неплохо. Да, вот зарезается он получше. Опять-таки геометрия. А внешне он так своеобразно, на самом деле, выглядит. Необычный нож. Вот он такой, видите, вот плоский весь. Поэтому вот его берешь. Вот он именно для мяса вот прямо будет идеально. Потому что там остались какие-то куски. Вот когда надо вот как-то вот так порезать. Вот это вот захват у него шикарный. При этом и этот отличный. И перехват там, не знаю, совсем длинный надо видеть. Коротко тоже можно. То есть это прямо такой резак. Все это очень острые штуки. Тут больше по ощущениям. Не как бластер проходит сквозь них. Крутейшая тема. Здесь есть такой зацеп. Я удивился. Знаете, такие шкурасъемные крюки. Но некоторые за них это котелки носили. Вот здесь сделали именно под котелок. Ну, я считаю, оригинальные, достойные. Я вообще в ножах очень ценю. Не какие-то стали, там что-то, украшательства, какие-то рисунки. А вот именно какую-то концепцию. Потому что для меня нож, особенно если дорогой нож, это больше как произведение искусства. Особенно если какая-то идея заложенная, вот она правильно воплощена здесь. Вот здесь вот это я вижу. Потому что это такой осеред, действительно и шкурасъемный, и обвалочник такой какой-то лесной. Поэтому тут все как-то так и сделано. То есть и по рукояти, и по клинку, и по вот этому брюху, и по спускам, и по заточке, и по толщине обуха. Ну все тут прямо хорошо у него. Действительно немножко, может быть, многим покажется странный какой-то внешний вид. Вот эта микарта похожа. Она, знаете, такая, как это текстолит у этого магазина автомата Калашникова. Может быть, даже это и есть такой российский текстолит. То есть какая-то там тряпка вот этой микарты. И он полегче при этом. То есть вот прям такая штука эта. То есть из всех этих ножей, если вы будете спрашивать, сталь, мне кажется, есть и получше для аудор-ножей. Хоть это и называется монстрами. В плане ножей мне вот понравился вот этот. И вот этот очень понравился. Урал Едисель. И, может быть, вот этот вот, как его там, Акула. Да, он больше какой-то тактический, но вот мне понравился именно потому, что он просто сделан классно. Это прям вообще. Ну, если я покупал бы какой-то из этих ножей, то стали бы здесь были бы другие. Вот могу показать на этой Акуле, что кусок мяса отрезать. Ну, то есть вот с такой геометрией ей не тягаться. Ну, она такая зато мощная, как танк. Красивая. Хотя по мясу это не очень чувствуется. Но вот по этим морковинам. Здесь большая разница. Ну, вот такие мои мысли об этих сталях, об этих ножах. Пишите комментарии. Спасибо тем, кто мне помогает. Дима, спасибо, что благодаря тебе мы увидели такие ножи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok